МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ситуационный центр. Сводка криминальной обстановки в городе. Итоги межрегионального турнира по боксу. Традиционный турнир по шахматам. Сегодня, 14 ноября, отмечается Всемирный день борьбы с диабетом. Идея отмечать этот день принадлежит Международной диабетической федерации. В 1922 году канадский ученый Фредерик Бантинг впервые сделал инъекцию инсулина, спасшую жизнь подростку. 14 ноября – день рождения Бантинга. Именно поэтому в честь ученого федерация оформила праздник в этот день. С 14 по 25 ноября в нашем регионе проходит всероссийская акция антинаркотической направленности «Сообщи, где торгуют смертью». Во время ее наркополицейские совместно с коллегами из профильных ведомств проверяют клубы, дискотеки и другие места массового досуга молодежи, а также проводят антинаркотические лекции в учебных заведениях. Помощь смолян в борьбе с наркоторговлей только приветствуется. Обо всех фактах незаконного оборота наркотиков вы можете сообщить по телефонам, которые вы видите на экране своих телевизоров. В Смоленске на открытии ситуационного центра безопасности дорожного движения присутствовали губернатор Алексей Островский, начальник областного управления МВД генерал-майор Василий Салютин и руководители управления внутренних дел приграничных областей Республики Беларусь. Что это за центр и каковы его возможности, мы расскажем вам в нашем первом сюжете. В ситуационном центре собирают, консолидируют и обрабатывают поступающие данные, а также мониторят и оценивают обстановку безопасности дорожного движения. Здесь аккумулируется информация со всех камер видеонаблюдения и фиксации правонарушений, установленных на территории области. Имеются и камеры, распознающие автомашины злостных нарушителей и неплательщиков штрафов. Камеры, позволяющие отслеживать погодные условия и состояние дорожного полотна. Кроме того, камеры запрограммированы на распознавание лиц, находящихся в розыске. Есть у камер и уникальные функции. Например, при фиксировании оставленного кем-то предмета через некоторое время срабатывает звуковой сигнал. Ситуационный центр позволяет осуществлять мониторинг и контроль обстановки в режиме реального времени, маршрутов движения школьных автобусов, оказание государственных услуг населению в подразделениях ГИБДД, а также предоставляет возможность оперативного управления силами и средствами в чрезвычайных ситуациях. Гости посетили Центр автоматической фиксации административных правонарушений и отметили преимущества автофиксации при выявлении нарушений установленной скорости движения, проезда на запрещающий сигнал светофора и других нарушений ПДД, проверки транспортных средств по базам данных розыска различного типа, контроли за транспортными потоками на границах области и внутри региона, а также за движением муниципального и специального транспорта. Директор одного из обществ с ограниченной ответственностью вместе со своим близким другом подозреваются в даче взятки в особо крупном размере сотрудникам Ставнинского таможенного поста и Центра электронного декларирования Смоленской таможни. Подозреваемые поместили денежные средства в 95 персональных кабинок раздевалки госслужащих. Их задержали. Общая сумма взятки составила около 3 миллионов рублей. Возбуждено дело, ведется следствие. В Центральном федеральном округе в третьем квартале этого года выявлено более 8 тысяч фальшивых денежных знаков. Как уточняет Главное управление Банка России, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, их количество снизилось почти на 3 тысячи. Чаще всего подделывают пятитысячные и тысячные банкноты. Но встречаются и фальшивки меньших номиналов, вплоть до пятирублевых монет. Лидерами по количеству фальшивок, находящихся в обороте, являются Москва, Тверь и Воронеж. На Смоленщине за это время изъято 297 фальшивок. О криминальной обстановке в Десногорске за минувшую неделю и выходные нам расскажет майор полиции Романова. За прошедшую неделю в дежурную часть поступило 105 сообщений о происшествиях. Из них три сообщения о преступлениях. Зарегистрировано пять дорожно-транспортных происшествий с техническими повреждениями. Выявлено 124 административных правонарушения, в том числе 112 нарушений правил дорожного движения. Задержано водителей в состоянии алкогольного опьянения 1. За распитие спиртных напитков, а также появление в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах к административной ответственности привлечены 5 человек. В Рославле при пожаре в доме погибла девушка. Трагедия произошла 12 ноября около 20 минут 4 на улице 2-я Дачная. На месте происшествия с огнем боролись сотрудники пожарно-спасательных частей номер 1 и номер 83. Горела веранда частного дома. К сожалению, жертв не удалось избежать. От отравления угарным газом погибла 25-летняя девушка. Причину возгорания и ущерб выявляют специалисты пожарно-испытательной лаборатории. Десногорцы приняли участие в областной конференции «Патриотическое воспитание граждан в условиях современного общества». Она проходила 10 ноября на базе Смоленского института экономики. Наш город представили ведущий специалист комитета по культуре и молодежной политике Елена Ренёва, замдиректора молодежного центра Анна Поломарчук и воспитатель детского сада «Лесная сказка». По итогам конференции участниками была принята резолюция, в которой были определены основные цели, задачи и новые формы работы по развитию патриотического воспитания в нашем регионе. 9 ноября сотрудники молодежного центра вместе с представителями комиссии по делам несовершеннолетних провели психологический тренинг с трудными подростками «Я и социум». В рамках акции «Всё в твоих руках». Участниками тренинга были студенты Десногорского энергетического колледжа, состоящие на внутриколледжном учёте. Помимо психологических занятий с ребятами были проведены беседы по профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения. 19 ноября в историко-архитектурном комплексе «Теремок» в музыкальной гостиной «Серебряные струны» пройдёт встреча, посвящённая творчеству русского музыканта Василия Андреева. Своим выступлением смолян порадуют инструментальные, вокальные и хореографические коллективы музыкальной школы имени Глинки нашего города. А сейчас новости спорта. Четыре дня в Десногорске проходил 14-й межрегиональный турнир по боксу, посвящённой памяти заслуженного энергетика России, директора атомной станции Сергея Крылова. Итоги соревнований в нашем следующем сюжете. Всего было проведено 107 боёв. Оценивали поединки профессиональные рефери под руководством судьи всероссийской категории Бориса Усольцева. Среди выступающих были как опытные боксёры, победители и призёры областных и всероссийских турниров, так и совсем юные дебютанты. Турнир очень большое значение имеет для ребят. Ребята у вас здесь разного возраста. И даже есть 10 лет, несколько пар, и 12 лет, и 14, и 16. Для них, для всех это очень важный турнир, потому что они, и даже проводя свои первые бои, и всё равно для них остаются награды. Ребят всё равно награждают. Они уезжают домой просто счастливые. И это прибавляет им ещё большее желание заниматься боксом. Наш город представляли воспитанники клуба «Ринг» и секции бокса физкультурного комплекса «Десна». 10 десногорских бойцов вышли в финал. Четверо ребят стали победителями турнира, а шестеро – серебряными призёрами. Из 16 участников медали и награды получили 12 человек. Я считаю, что это отличный результат. За лучшую тактико-техническую подготовку специальным призом турнира отмечен десногорец Рафаэль Джавадов. За четыре дня я провёл два боя. Их выиграл. Самый последний бой вот этот был трудный, но я выдержал и победил. Кроме того, в копилке наших спортсменов и главный приз турнира – Кубок профсоюза Смоленской станции, который завоевал Никита Песигов. На моём счету 27 побед. Такой кубок я получил впервые. Я очень рад. Ну, трудно далась победа-то. Да, ну, было сложно. Мальчик побольше меня весит. Я тренировался, долго готовился к бою. Все победители и призёры получили грамоты, медали, кубки и призы от профсоюзного комитета Смоленской атомной электростанции. Каждый год в ноябре в Десногорск приезжают любители шахматных баталий из разных регионов России, чтобы принять участие в турнире имени Виктора Плескачевского – детского тренера по шахматам. Став традиционным, турнир прочно вошёл в календарь соревнований Смоленской области. И с каждым годом география участников расширяется, растёт качественный состав. В минувшие выходные приехали команды из городов – Смоленск, Рослов, Брянск, Сафонова, Ельня, Рудня и Орша – чтобы побороться за призы. В этот раз в турнире, организованном администрацией города и Смоленской АЭС, приняли участие 103 шахматиста. Среди подростков в разных возрастных группах победителями стали следующие десногорские шахматисты. Первое место – Елизавета Волкович. Третье место – у Алины Макшиной. Среди взрослых на первом месте – Сергей Грищенко. А в командном зачёте у десногорцев второе место. Это всё, о чём мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disnadefistv.ru. Также мы ждём ваших предложений и актуальных тем для новостей. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова